SEO-компании Global Intellect Service, Вячеслав Ушенин! Добрый вечер! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Наконец-то меня выпустили на сцену. Спасибо, спасибо, ребят. У вас сегодня с вами обучение, да? То есть мы с вами сегодня учимся, какие-то знания новые получаем, теоретические знания. Как этот бизнес работает, да? Как здесь, в этом бизнесе расти, развиваться, зарабатывать и так далее. И вообще есть два уровня понимания. То есть мы можем взять любую сферу, абсолютно любое явление, любое действие, неважно. Есть два уровня понимания вещей. Первый – это понимание через знания. То есть это тогда, когда мы через теорию, когда мы набираем какие-то теоретические знания, теорию о чем-либо, о каком-то предмете, явлении и так далее. То есть это знание, теория. Это первый уровень понимания. Например, научиться ездить на велосипеде. Значит, вначале нам нужна какую-то теорию. Я когда был маленький, меня учил ездить на велосипеде мой дед. И вот там была теория. Он говорит, все очень просто, садишься, педали крутишь, держишь равновесие и едешь. То есть это теория о том, значит, теоретические знания, да, понимание на уровне знаний, на уровне теории. Понятно, что педали, рули, нужно держать равновесие, и тогда получится ехать. И второй уровень понимания – это понимание через опыт. То есть через практику, через какие-то действия. Понимание на уровне тела. Тогда, когда тело понимает, что нужно делать. Еще раз, два уровня. Вначале мы собираем теорию, вначале мы собираем какие-то знания определенные, и потом уже переходим на второй уровень понимания через опыт, когда мы что-то делаем. Так вот, сама по себе информация, знания, они нужны, но они, как правило, никакого влияния на жизнь не оказывают практически. То есть когда мы просто собираем знания о чем-либо, это просто первый уровень понимания. Никакого практически влияния нет. Но когда мы переходим на второй уровень понимания, когда мы начинаем действовать, практиковать, и через опыт наше тело начинает понимать, как это все работает. То есть тот же самый велосипед получил информацию, но если ты не начинаешь действовать, то есть нет у тебя практики, ты дальше не двигаешься, и жизнь твоя особо не меняется, никакого влияния на жизнь. И ты садишься на велосипед, едешь первый, второй, третий раз, четвертый, и потом наступает такой момент, когда твое тело само на уровне понимания, на уровне опыта знает, что нужно делать. Тело само. Ты перестаешь контролировать тело, оно само без тебя знает, что нужно делать. Автомобиль. Мы приходим в автошколу, мы изучаем теорию какую-то, да, первое, как устроен автомобиль, руль, передачи и так далее, педали. И потом после этого мы идем уже в практику, в действие, да. То есть мы начинаем его вводить, и через некоторое время ты на уровне тела понимаешь, как это происходит. Твое тело само знает. Более того, тело, оно быстрее реагирует на разные ситуации, и зачастую голова, наоборот, уже начинает мешать, потому что телу виднее, то есть оно лучше знает на уровне опыта. И, значит, это все как бы в нашей жизни, и, то есть научиться там ездить на автомобиле, научиться ездить на велосипеде, или, например, научиться ездить вот на этом. Видели этих ребят? Да. Завораживающее зрелище. Я когда впервые это увидел, на меня это произвело прям такое сильное впечатление, я увидел, как ребята едут на этой доске и парят над водой. Тишина, и они просто парят. Я когда это увидел, я думаю, все, я тоже так хочу, обязательно, мне нужно этому научиться. И, значит, у меня есть одни друзья, которые катаются. И вот, значит, как-то они позвали с собой, мы поехали. И то же самое. То есть вначале идет теория, вначале ты набираешь знания какие-то, как это все устроено. И, значит, мы поехали с друзьями, и друг мне говорит, слушай, все очень просто. Это доска, фойл, у которой есть, значит, внизу моторчик, у тебя есть пульт. И, значит, за счет того, что моторчик крутится, доска едет по воде. И все очень просто. Заходишь в воду, ложишься на доску, запускаешь пульт у тебя в руке, и моторчик начинает работать, и доска поехала. Есть несколько скоростей. И смысл в том, что чем выше скорость ты ставишь, тем нос доски выше поднимается. То есть чем выше скорость, тем выше нос. И идея в том, чтобы сбалансировать. То есть тебе нужно сбалансировать вот это движение. То есть вначале найти вот этот баланс, чтобы доска была ровная. И потом уже, когда она набирает скорость, тебе нужно просто балансировать. Ты встаешь на ноги и начинаешь балансировать между носом и, скажем, кормой. Чем больше скорость, тем ближе ты двигаешься к носу, тем ниже скорость, тем больше ты движешься в корму. И есть люди, которые, набирая большую скорость, они стоят чуть ли не на цыпочках на самом краю доски Это доска, она летит, и вот человек парит Потрясающе И, значит, все, такая, вот он говорит, на самом деле очень простая история Заходишь в воду, ложишься на него, запускаешь моторчик, выравниваешься и едешь Это просто знание, просто теория Теория, то есть я понял, как оно работает Все, понял, моторчик, значит, чем выше скорость, поднимается нос и так далее Это просто знание, это никак на жизнь не влияет Это хорошо, их нужно собирать, но влияния никакого То есть я мог просто на этом остановиться, у меня просто есть лишняя информация о том, как это работает Я могу где-то потом об этом рассказать, что они работают вот так, сидя на берегу и кому-то что-то объясняют Значит, следующий этап — это уровень понимания, понимание на уровне опыта И потом уже, когда мы заходили в воду, у меня была там первая поездка, потом вторая поездка, третья И мне как-то мой друг, он говорит, слушай, в общем, мы проехались первый раз И в первый раз, первой поездки где-то было полтора часа, я много падал и только к концу уже смог встать на доску То есть вот только к концу ты можешь вставать, потому что все время ты встаешь, падаешь, встаешь, падаешь Я ему говорю, слушай, скажи мне, вот я вот, значит, как мне лучше делать? Он говорит, не надо ничего больше делать, ты знаешь просто базис Твое тело само тебе подскажет, как тебе нужно просто практиковаться Не жди, что у тебя быстро ты встанешь, просто практикуйся и через некоторое время тело само скажет тебе, как поехать Он говорит, я не знаю, я могу тебе там, может быть, ты можешь загуглить, почитать, но тебе это не нужна информация Тебе нужно кататься, то есть кататься, кататься, накатывать Вот, и, значит, потом через некоторое время все у меня получается Он мне говорит такую фразу, он говорит, ты наработаешь навык тогда, когда ты поймешь, что ты на доске расслаблен, полностью расслаблен И вот здесь вот как раз-таки начинается магия И это все, вот этот уровень понимания, то есть через некоторое время ты на уровне тела понимаешь, как уже все это работает Потому что когда ты только начинаешь, когда ты только встаешь на доску, ты контролируешь свое тело через голову, контролируешь Это все очень долго, потому что вот эти импульсы, наверное, они очень долго ходят И это получается неуклюже, и это получается, ну, не то И вот через некоторое время понимание на уровне тела, когда тело уже само, нужно просто отключить голову И ты расслабляешь голову, и тело само едет Давайте перенесем это на бизнес То же самое у нас в бизнес, почему я вообще рассказываю эту историю Вот и к чему я хочу сейчас направить вас Мы с вами проходили обучение, то есть у нас целый день сегодня было обучение Это здорово, мы получили какие-то знания Завтра тоже будет обучение, и это хорошо Это теоретические знания для того, как в этом бизнесе начать, что нужно делать Но самое главное — это действие, то есть тогда, когда мы начинаем действовать И вот когда мы начинаем действовать, мы с вами начинаем первое — работу над навыком То есть мы нарабатываем с вами навык работы В общем, смотрите, вот есть… я уже долго этим занимаюсь И есть иногда у новичков заблуждение, что они, значит, пройдут там какое-то обучение Два дня поучились, и они начинают делать какие-то встречи И они начинают расстраиваться, когда у них не получается в самом начале Это нормальная история, потому что вы учитесь Потому что вы, когда вам, например, куратор говорит, нужно делать встречу Нужно идти навстречу, вести переговоры Вы делаете первые шаги, вы пытаетесь на уровне тела понять, как этот бизнес работает Не на уровне головы, а на уровне тела Через опыт Тогда, когда вы делаете, делаете, делаете И первый этап — это нарабатывание навыка через сделание То есть навык мы с вами нарабатываем тогда, когда мы делаем непрерывные действия Не набегами, а вот именно непрерывными Каждый день постоянно дисциплинированно Это могут быть встречи Например, если вы хотите быстрые результаты Это говорит о том, что должна быть каждый день встреча Вот, например, в бизнесе, если мы говорим про навык Вот по моему опыту Это встреча каждый день То есть каждый день встреча Не пропуская каждый день, каждый день Потому что мне нужно встать на эту доску И это нормально, что в первое время у меня может не получаться Это нормально, потому что я пока еще на уровне тела Пытаюсь в этот уровень понимания зайти На уровень тела Главное — делать действие, действие, действие После того, как мы нарабатываем этот навык И вот тут уже наступает вот это про то, что я говорил Мастерство Говорят, что нужно 10 тысяч часов Чтобы стать мастером в чем-либо Нужно 10 тысяч часов Как говорила вот эта фраза Брюс Ли Он говорит, я не боюсь человека, который знает тысячи приемов Я боюсь человека, который тренирует один прием Тысячу раз, 10 тысяч раз Для того, чтобы стать мастером Мастерство Причем, если мы говорим про навык То это больше техника То есть это тогда, когда вы нарабатываете навык на уровне техники То есть, например, вы проводите хорошо звонки Вы проводите там хорошо встречи У вас там хорошая презентация У вас хорошие навыки закрытия сделки А вот мастерство — это уже как про внутреннее состояние То есть мастер — это про внутреннее состояние Кто ходил, может быть, спортсмены Вы понимаете, о чем я говорю То есть тогда, когда ты То есть у тебя тренировка, неважно, чем ты занимаешься Ты нарабатываешь, постоянно делаешь одно и то же действие Одно и то же действие, одно и то же действие Много раз для того, чтобы добиться вначале навыка А потом уже мастерства И вот когда у тебя уже на уровне мастерства У тебя уже техника не настолько важна Потому что вот этот опыт, он вшивается в тело Тело уже начинает работать У меня еще был, в детстве я занимался активно борьбой, греко-римской борьбой И у нас тренер, который нас обучал, мы были там мальчишки В общем, у него была методика следующая Когда приходили к нему мальчишки на секцию Он первый месяц наблюдал, наблюдал за нами И потом он понимал, у кого какой есть коронный прием У каждого мы занимались борьбой Греко-римская классическая борьба И там каждый мальчишка Он потом тяготел к какому-то определенному приему То есть есть бросок или захват или еще что-то И что он делал? Он говорил, вот как только он находил коронный прием у мальчишки Он говорил, все остальное мы убираем Теперь мы с этого момента начинаем тренировать только этот прием Мы начинаем его тренировать И мы доводим его до мастерства И я занимался пять лет с ним, с этим тренером И я помню, что ты настолько уже тренируешь этот прием Что ты не контролируешь свое тело Оно само в нужный момент этот прием делает То есть если вы смотрели, например, профессиональные схватки борцов То увидите, что это долго, то знаете, они как в клинч входят и топчут Это работа мастеров Почему? Потому что мастер, ему нужен вообще один шанс мастеру Всего один шанс Если он этот шанс находит, он его использует, и это уже победа И когда мы вставали в спарринге с теми ребятами, с которыми мы тренировались Мы же все знаем друг друга Я знаю, какой, например, коронный прием Ой, мальчик, ой, 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 ой Я знаю, и я знаю, что он будет делать вот этот прием рано или поздно У нас три минуты схватка, там четыре минуты Я знаю, что в эти четыре минуты он будет крутить этот прием Только этот, больше ничего не будет И я выстраиваю защиту таким образом и пытаюсь сам сделать свой коронный прием И все равно, даже зная это, он все равно это делает Я не знаю, каким образом Тело, тело само знает, когда нужно сделать Ты выключаешь голову, что такое мастер? Ты выключаешь голову, и твое тело само на основе этого вшитого опыта Производит действие в нужный момент, тогда, когда это надо Вот все ребята из ДМБ Ну, ДМБ точно, это мастера Когда вы их приглашаете на трешку Заметьте, они иногда могут на трешке болтать о разных вещах То есть вы приглашаете на трешку, и он начинает разговаривать То есть танец с человеком И мастерство, что такое мастерство? И я потому что сам, когда я был в качестве партнера, компании Я тоже приглашал на трехсторонние моих кураторов, профессионалов, мастеров И меня иногда, я иногда не понимал То есть я пришел, позвал, чтобы он, ну что, мне сделку закрывал А он о чем-то говорит, какие-то там природа, погода, это, 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 это И в какой-то момент он выдает одну фразу И человек говорит, все, понятно, я буду с вами Как это происходит? Это магия, это мастерство, понимаете? Это мастерство на уровне тела, на уровне внутреннего состояния И потом, когда мы начинаем считывать успешного человека Мы говорим, слушай, расскажи, что ты делал Он говорит, я не знаю, я не знаю, что я делал И он правда не знает, что он делал Потому что делало тело Потому что тело знало То есть он отработал этот навык Вот И это так же, когда вы не знаете, когда провести прием Потому что, ну, то есть с головой вы не поймете, как Тело поймет, когда это сделать В общем, все это можно перенести То есть вот жизнь мы переносим на бизнес Для того, чтобы на работе стать мастером, ну а представьте, вообще мастер это человек, который уже, ну если ты мастер в этом бизнесе, ты никогда точно не будешь без денег, без команды и так далее. Ты в любом случае будешь добиваться успеха, это мастерство, потому что тебя ведет вот этот наработанный опыт. Хорошо, и такие, знаете, мои лайфхаки по вот этому, ну как нам с вами вот это наработать мастерство, как нам с вами стать мастерами бизнеса, как в любой сфере стать мастером. Вообще это такая, знаете, задача номер один, стать мастером. Неважно в чем, то есть вы можете выбрать себе дело, и если уж вы это дело любите, вы этим занимаетесь, этим делом, то постарайтесь в этом деле стать мастером. Лучше по чуть-чуть и каждый день, чем много сразу. То есть иногда бывает, что есть такой прилив мотивации, мы хотим очень много сразу провести каких-то действий. Или когда мы приехали с друзьями кататься на доске, значит, они меня через полтора часа вытащили из воды, они говорят, все, хватит. Я говорю, нет, я хочу, у меня вроде бы начало получаться. Они говорят, нет, тебе этого не надо, потому что завтра у тебя будет болеть все тело и так далее, у тебя пропадет мотивация этим заниматься. Максимум час катаемся и все. Потом приедем, еще час будем кататься, потом еще час, потом еще час. Сохрани этот посыл, вот этот мотиват, не надо, не надо сразу все расходовать. Лучше по чуть-чуть. Затем выбрать комфортный ритм и придерживаться его. То есть не страдать и не преодолевать. Иногда бывает, что у меня высокий уровень мотивации, я после мероприятия, я побежал к своим друзьям, я себе расписал какие-то большие планы, пытаюсь в них, как бы, в эти планы в свою жизнь еще как-то вместить. И начиная страдать, начиная преодолевать, я же там себе обещал и так далее. Не нужно этого делать. Выберите себе комфортный режим и нужно его придерживаться. Что значит комфортный режим? Выберите количество встреч, которые вы можете делать в течение дня. Одна, две, три, неважно. Самое главное, это лучше по чуть-чуть и много, чем по чуть-чуть долгое время. То есть мотивация и дисциплина. Мотивация – причина действия, а дисциплина – это как раз-таки сами действия. И дисциплинированно делать. Вот вы можете сейчас подумать над этим ритмом своим, свой комфортный ритм, над которым вы будете, с которым вы будете работать. И, например, себе прописать, что я обязуюсь каждый день делать, например, две встречи. Что бы ни случилось, я буду делать две встречи. Потому что навык – это непрерывность действия. Навык – это непрерывность действия. Если вы делаете перерыв, то вот это наработанное, то, что вы наработали до этого, оно идет, знаете, такой downgrade. То есть это не прогресс, это регресс. И здесь очень важна вот эта непрерывность. Выберите комфортный режим. Мы никуда не торопимся. У вас нет задачи, вот прям задачи, я не знаю, положить все на то, чтобы там закрыть какой-то статус. На самом деле, вот статусы, я вам скажу, статус премьера, он закрывается не на действиях каких-то и не на математике, не на просчете. Это мы так думаем. На самом деле, вот, например, премьер, он закрывается на фундаментальных вещах. То есть статус премьер – это очень высокий статус, это большое количество людей. И для того, чтобы быть премьером и вести с собой огромную команду, есть определенные фундаментальные вещи, которые нужно понять, через себя пропустить, и какие-то внутренние решения. То есть премьер, не знаю, может быть, статус директор, да, это много личной работы, возможно, это личная работа, но премьеры нет. То есть это какой-то определенный фундамент. И вот этот фундамент, он формируется именно навыками непрерывных действий каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, и потом доходим до мастерства. И также у Валеры – это накопление, 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 проявление, какие-то определенные фундаментальные вещи. Разобрался в продукте, внедрил в большое количество компаний, создал большой результат компании своим клиентам, начал постепенно работать, не спеша, никуда не торопясь, пришли какие-то инструменты, механизмы и так далее, и вот оно получается, и вот происходит результат. Вот так это работает. Через действия, действия, действия. Поэтому важно, вот это, ребята, крайне важно. Если вы хотите быть мастером, а если мы с вами в этом бизнесе, то, наверное, скорее всего, именно в этом бизнесе, и закрывать нам результаты, эти результаты, они сами придут как дополнение к мастерству. То есть премьера или еще какие-то статусы – это просто следствие твоего мастерства. Ты стал мастером в этом бизнесе, и ты получил этот результат. Мастером и получил этот результат. Поэтому вот эти действия постоянные, для того, чтобы наработать навык, этот навык переходит уже в мастерство. Поставьте себе, я не знаю, выберите какой-то ритм, соблюдайте его, держите этот ритм. Например, на протяжении этого спринта 6 месяцев я буду этот ритм держать. Вы что-то наработаете, вы какие-то вещи поймете, и ваше тело спустя 6 месяцев будет по-другому работать. Ваше тело будет по-другому, вы будете совсем другой человек. И те же самые действия, у вас будет конверсия выше намного. Вы будете какие-то вещи понимать по-другому, действия по-другому, и конверсия другая совсем. Но нужны постоянные действия. Две, три, напишите и делайте. И вот результаты, например, у меня результаты в моей работе, это только вот именно конкретные действия, ритм выработанный и постоянная-постоянная-постоянная работа. И я много рассказывал со сцены тоже, когда я свой бизнес начинал, и когда я открывал офисы, я, например, команде говорил, что мы делаем презентацию каждый день. В этом офисе я буду проводить презентацию каждый день. Меня не интересует, есть на ней люди или нет. Я буду проводить презентацию каждый день, потому что я это делаю не для людей, я это делаю больше для себя. Я оттачиваю инструмент, я оттачиваю свой вот этот инструмент. Есть на презентации люди, нету. Один там сидит, два человека, не имеет значения. 50, полный зал, 600 человек. Мне не важно, потому что я работаю вот над этим инструментом, мастерством. Понимаете? То есть это не взгляд вовне, это взгляд вовнутрь. То есть я работаю над собой, работаю над собой. Каждая моя встреча — это работа над собой. То есть для того, чтобы стать мастером. Не важно, что сказал человек, который передо мной сидел. Даже если вы провели презентацию или провели встречу, человек говорит, по каким-то причинам нет. Не имеет абсолютно значения. Абсолютно. Потому что после этого вы стали, после этой встречи, вы стали на шаг ближе к мастерству. Вы что-то поняли, вы что-то вынесли, вы какие-то выводы сделали. Ваше тело после этого по-другому начинает работать. Вы идете на следующую встречу, и у вас какие-то выходят слова сами по себе иногда бывают. У тебя есть сценарий, а тело решило по-другому. Оно начинает это проводить. И когда уже мастерство, мастерство — это тогда, когда ты идешь уже без сценария. Ты просто идешь и знаешь, что сейчас ты будешь танцевать, и в нужный момент тебе нужен один шанс. Один шанс. Все. И в нужный момент ты что-то сделаешь, какая-то фраза, какое-то слово, и закрывается сделка, человек что-то слышит. И закончить я хотел вот такой вот фразой. В сумрае нет цели, есть только путь. Путь к мастерству. Я не знаю про… Вот мы тоже иногда с друзьями философствуем, и цели, какие ты перед собой ставишь цели. И вы знаете, в последнее время я даже… Я не могу сказать про какие-то цели, про какие-то материальные или еще что-то. Моя единственная цель — это просто становиться мастером. Мастером жизни. То есть в этом пути, то есть просто быть в пути, находиться в пути. То есть вот сама цель — именно быть в самом этом пути. А все цели, которые у меня вроде бы есть, они сами реализуются как бонус. То есть я не думаю о какой-то там цели. Я думаю о моем пути, о том, как стать мастером в чем-то. Я понимаю, что по пути, становляясь мастером, я соберу вообще все абсолютно цели, награды, которые меня там ждут. Даже о тех, которых я не подозревал. И когда ты вот в этом просто находишься в пути, вот в этом пути к мастерству, все вот эти цели, они реализуются и приходят. И сегодня тоже вот мы ехали с Булатом, технический директор, сюда, когда тоже что-то разговаривали. И пришли к выводу, что вот просто там разговора, что ты еще хотел бы в жизни, что бы ты там еще хотел чем-то заниматься. И мы пришли к выводу, что не хочется ни о чем думать, потому что вот то дело, тот путь, который есть сейчас, он полностью закрывает всю какую-то внутреннюю потребность. Потому что на каком-то этапе в цели, они там материальные, еще что-то, они становятся настолько эфемерными, потому что ты понимаешь, что они могут достигаться вот так вот, когда ты наработал вот это вот мастерство. Завтра будет VIP-день, завтра будет обучение, будет от практика, будет больше практики уже, будет больше касаний. То есть это не просто, когда ты сидишь, а когда ты уже начинаешь практиковать. Когда у вас есть возможность, там будут выступать партнеры, партнеры ДМБ, ДМБ 2.0. То есть это мастера, мастера, которые красиво танцуют этот бизнес, они красиво этот бизнес делают. И у тебя есть возможность танцевать вместе с ними завтра, учиться у них, смотреть за ними. Тело начинает копировать, потому что есть такое понятие, как зеркальные нейроны. Мы наблюдаем и начинаем, то есть тело начинает подстраиваться под эти. Ты начинаешь видеть, как он разговаривает, его голос, осанка. Это очень, это самое главное. Не то, что мы говорим, а как мы говорим. И у нас есть возможность быть на этом вебне и вот с этими ребятами поучиться, потусоваться, то есть взять вот эти навыки. И на этом вебне нужно обязательно быть, если мы хотим встать на путь мастерства в этом бизнесе. Ну и потом есть вообще счастливчики, с которыми мы полетим в Дубай. И там вместе, все вместе с вами станцуем классный танец. Все, спасибо. Спасибо, что были эти дни с нами. Спасибо, что приехали. Это было здорово. Мы сделали классные два дня, подвели итоги. И встретимся с вами на нашем юбилее летом на 10 лет компании. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова